Подари игрушку другу. Эта предновогодняя акция традиционно проходит в Чебоксарах. Целый месяц все неравнодушные люди приносят игрушки в Центр развития дошкольного образования, чтобы на благотворительных елках было достаточно подарков. Первая елка прошла во Дворце детского и юношеского творчества. Снежинки и снеговики, гномы и мушкетеры, принцы и принцессы, жители леса и даже супергерои. Кого только не было на представлении. Более двухсот детей из многодетных семей столицы Чувашии посетили Королевский бал. За основу сценария взяли сказку «Щелкунчик». Только мышиный король стал королевой. Образ мышильды воплотила Ольга Михайлова. Она уже 10 лет участвует в представлениях Дворца творчества. Но такая роль ей досталась впервые. Снегурочку сыграть легко, просто иметь ласковый голос, красивую внешность, а отрицательную персонажу надо иметь какую-то харизму, создать образ именно. И владеть голосом и злого, стать красивой, доброй мышкой. Видно улыбки детей на лицах. Им нравится вот это перевоплощение, что зло все-таки было наказано и превратилось в добро. Что вышла такая красивая мышка беленькая. Несмотря на то, что персонаж Ольги всем понравился, все же каждый с нетерпением ждал главного волшебника Деда Мороза. С Новым Годом вас, детишки! Будьте счастливы, друзья! В семье с красивой фамилией Рай пятеро детей. Самый младший сын Ваня очень хотел поделиться восторгом от елки со съемочной группой. Но не так давно научился разговаривать, так что за него отвечал старший брат Артем. Мне сегодня елка очень понравилась и тем, что такие классные герои, что такой, можно сказать, классный сценарий самой елки. Сестра мальчиков Тася сегодня в образе Мальвины. Самое главное на елке – встретить Деда Мороза и загадать желание. Я сегодня загадала желание, чтобы все были счастливы. Сузы по лицам детей Тасяна желание уже исполнилось, а праздник продолжился представлением в погоне за Лариской или Крысиной Переполох. Зрители отправились в путешествие по тем сказкам, в которых задействованы символы предстоящего года. И, конечно, ни один из маленьких зрителей не ушел без новогодних подарков, как сладких, так и мягких. Последние собраны благодаря акции «Подари игрушку другу». Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.